В четверг в районном доме культуры Водник прошла встреча лекторская группа от Министерства по делам молодежи Республики Дагестан со старшеклассниками общеобразовательных учреждений Хасайуртовского района. В группу входили консультант отдела Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Микаил Микаилов, специалист государственного учреждения Дагпатриот-центр Газимагамед Мухумагазиев. От районной администрации на мероприятии принимали участие заместители главы администрации района Руслан Амаев и Идри Загалов, а также начальник отдела физкультуры и спорта и молодежной политики Ахмед Исаков, ведущий специалист этого же отдела Дженет Адилова. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи – так называлась тема беседы, поднятая на данном мероприятии, главной целью которого, по словам гостей, был напрямую откровенный разговор с молодежью, со старшеклассниками школ района о проблемах, связанных с религией, культурой и воспитанием, со всеми теми вещами, которые волнуют молодежь сегодня. В своем выступлении Микаил Микаилов затронул проблему зависимости молодежи от интернета, разумного использования информации, которая черпается из социальных сайтов. Было приведено много разных примеров, из которых было ясно, что не все, что выдает интернет-ресурс – правда. Мы одним вместе с вами попробуем поработать. Во-первых, большая благодарность нашим старшим поколениям в районе, всем преподавателям школы района. Для меня, кстати, родной район, я вот здесь, с вами, подучился в школе, вижу здесь некоторых педагогов наших. В данный момент у нас с нашими коллегами приглашение на работу в Министерство отдела молодежи, что это 3 месяца у нас функционирует. И вот тема нашей «Средний мир» на Дагестане. Что каждый может нести, чтобы на самом деле нас позиционировать с миром, а не с войной и с террором. Попробуем с официей общества, вместе с этим. Я хочу подключиться к нашей работе руководства, преподавателей и особенно балкон верхний. Мы вас услышим. Так, теперь, подойдя ближе к теме, я для вас хочу небольшой экскурс сделать. Почему мы на сегодняшний день... Дагестан, который, наверное, всегда, на самом деле, официоза с миром, с добром и с достоинством, мы эту историю знаем, да? Почему на сегодняшний день вы, наверное, сейчас видите в интернете все... Большой файл, что всех работаете, да? Хорошо. Кто в интернете на сети, мне просто интересно. Пойдем, есть ли у кого-то человек вообще в последней мере? Низемец? Вообще не знает, что с ним интернет? Не пользуется вообще. Не есть ли у кого-то вообще не пользуется интернетом? Один человек. Ну, это ненадолго. Тут практически все пользуются. Но это необходимость сегодняшнего дня. Это не значит, что плохо, это просто единственное не нужно. Каждый человек с сети интернет находит и полезное, и негативное тоже. И это тоже, скажем так, отсвечено нам, для нас это испытание своеобразное. На проверку нашей, скажем так, качества. Поэтому интернет тоже есть, особенно социальные сети, ватсап, фейсбук. Мне просто интересно, я сейчас приду спрашивать, для того, чтобы общую беседу нашел, когда вы ли мне интересны, в каких сетях больше всего вы сидите? Я буду поднять на все, потому что я во всех соцсетях сижу. Вот одноклассники, кто сидит? Мне интересно. Все сидят, да. Фейсбук? Фейсбук. Поменьше, да? Твиттер? Есть 1, 2, 4, 4. Инстаграм? Там побольше, молодцы. А ватсап? Селеноан, маршал, маршал. Кстати, ну вот тогда уже легче наша тема общая будет. Теперь дальше. Тема нашей беседы. Опять-таки, почему мы о медном Багистане говорим? Буквально 20 лет назад. Я это небольшой аксесс-привудок, что вы немножко начали соображать, не для того, что у вас надо учить интернет, ваша педагогина, ваши родители, можете рассказывать, можете нет. Что вы непосредственно поняли, в какой ситуации мы сейчас находимся. И вот когда вы сейчас 10-11 класс завершите, пойдя в город, что вас там ожидает, и как себя надо вести, и к чему приспосабливаться. Для этого нам надо четко понимать, к чему мы пришли за последние 20 лет. Это очень такой критический, очень своеобразный, очень быстро, который, в принципе, перевернул на 180 градусов реалитета, получается, время. 20 лет назад, когда я, например, был как раз таки, я вам скажу, 91-го сфаза, ориентировался в Шанган. Вот Ленинград, город знаете же, наверное, да? Блокаду Ленинграда, все знаете, что такое? Что там было, особенностью в этот период? По карточкам тепл, правильно же? Ну, кроме всего, практически в 90-х годах, когда у нас государственный строй полностью поменялся, это вам запомнил, что нужно понять, чтобы выходя из дома, выходя из города, в республику, когда учиться, вы должны понимать, аналитически мыслить, к чему мы пришли, чтобы дальше... Если понять прошлое, он не может в будущем тоже свои шаги уверенно делать, правильно я говорю? Старший поколение будет подтвердять. Да, в слугам дата, что нам говорил в своей книге, он передал слова Абдалиба Гапуру, Абдалиба, певца Лакского, передал ее слову известному, кто выстрелил из прошлого пистолета, будущий выстрелил из пушки. Это означает, если мы игнорировали прошлые года, прошлые дни, то мы абсолютно, нами могут манипулировать, в том числе через сети интернет. У меня есть товарищ, из Дагестанского научного центра, он изучал Египет. В 2004 году, он был в шоке, когда через последние годы, вот там, когда революция произошла, он говорит, нам никаких предпосылок, никаких причин не было. Все через интернет, молодежь возбудили и направили, разве друг друга, откровенно говоря, вот что в Египте, в ближайшем стране произошло. Поэтому, почему говорю, очень надо разборчиво... Вот старшие поколения, конечно, вам не разрешают на уроках, правильно делают, на уроках надо учиться, но вы все равно находите время, находиться в соцсетях, очень осторожным надо быть, потому что там под влиянием всяких ненужных, негативных влияний вы попадаете. К сожалению, мне кажется, поэтому даже в школах определенные конкретные курсы по этой тематике не нужны будут. Мы постараемся даже с этим отдельным курсом к вам как-нибудь приехать, как себя, именно устав, что касается социальных сетей, это очень важная и нужная тема. Газим Магомед Мухаммад Газиев в своем выступлении сделал упорно-духовно-нравственное направление в воспитании подрастающего поколения. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, я радствовать вас на этом прекрасном мероприятии. Вот, наверное, вы все уже привыкли, что обычно с вами здороваются, где есть и девушки, и парни, ассаламу алейкум, и добрый день. Подразумеваю, что ассаламу алейкум направлено в мужской половине, а добрый день в женской. На самом-то деле ассаламу алейкум означает пожелания добра, мира и всего хорошего. Это можно желать не только мужчинам, но и прекрасной половине человечества тоже. Поэтому я ограничусь только лишь на этом приветствую к нашим бакистанским. Еще раз ассаламу алейкум, уважаемые друзья, всем. На самом-то деле проблема, которую озвучил Микаэль, она очень острая сегодня. У нас нет никаких проблем. Основная проблема нашей республики сегодня заставляет о том, что внутриконфессиональная проблема. То есть в вопросах религии мы сегодня разделяемся. И даже есть такие проблемы, что в школах, институтах парни, девушки разделяются, между собой из-за вопросов внутриконфессиональных. И вот именно эту тему мне бы хотелось сегодня с вами расстрелить. Время, которое мы сегодня с вами живем, 21 век, да, называется временем глобализации. Кто понимает, что означает это слово глобализация? Кто скажет глобализация? Да, это слово очень часто используется, допустим, но мало кто понимает истинного значения этого слова. На самом-то деле глобализация означает процесс семейного политического, экономического, культурного, религиозного интеграции, унификации. Такое определение дает нам шейх Гугл. Но я же предлагаю вам другое определение этого слова. На самом-то деле глобализация означает, что весь мир превратился в небольшое село. Допустим, к примеру, возьмем такое село, как Гуниб. Да, всем нам известно. Вот весь мир превратился, можно сказать, в Гуниб. В каком плане? В том плане, что любое мероприятие, дезонансное, которое происходит в Гунибе, допустим, на одном краю Гуниба сегодня свадьба. На другом краю об этом сразу узнаем. Так же сегодня и в мире. Если сегодня в Украине происходят какие-то острые события, мы открываем свой гаджет и становимся свидетелем этих событий. Правильно же? Или же так же Австралии. На другом континенте происходит какое-то мероприятие. Мы откроем айфон, компьютер и непосредственно становимся свидетелем этих событий. То же самое может сделать мой друг Фавас из Йемена. Откуда-то и посмотрим, что происходит здесь. То есть стерилизм границы, которые раньше были, да? Если вчера тоже происходит в Австралии, мне необходимо было потратить целый месяц там сесть на лошадь и так далее 100-200 лет тому назад, но сегодня этого сегодня нету. За секунду я могу уже стать свидетелем этих событий. Это и означает глобализация, что мы все знаем. И в условиях этой глобализации сегодня идет широкое распространение ислама во всем мире. За последние 20 лет количество мусульман в мире выросло на 400 миллионов человек. И сегодня официальное количество мусульман в мире это 1,5 миллиарда человек. Когда я учился в школе, по географии я помню, говорили, что 6,5 миллиардов человек на земле. Вот недавно я прочел, что количество людей во вселенной переросло за 7 миллиардов человек. То есть китайцы, я думаю, стараются тоже. Да. И если говорить 1,5 миллиарда, где-то 22-23 процента населения всей земли это мусульмане. У тебя что происходит? Определенные геополитические силы мировой политики, скажем, да, у них свое видение происходит в дальнейшей судьбе всего мира. И вот эти события, такое распространение ислама идет в разрез их пониманием будущего. И что, какую задачу они поставили перед собой? Они поставили перед собой задачу дискредитации ислама. В тех странах, где это возможно, идет хромовое уничтожение. Мы видим, да, арабская весна. Одна за другом, Сирия, Египет, другие арабские страны происходит, что уничтожили этого народа. Допустим, у нас здесь в Дагестане, когда мы находимся под крылом сильного государства, и физически нас уничтожили не могут, что делают? Нас травливают друг с другом. Вот это стало поставленной задачей дискредитации. Что такое дискредитация? Показать кого-то в плохом свете. Вот, допустим, если вы все полюбили, допустим, Микаэля, да, за его искренне, за его такой теплый разговор, и у меня задача теперь, чтобы вы перестали его любить. Что я делаю? Я могу плохо от него отозваться. Но это будет менее со стороны. Я, если, допустим, возьму его телефон, и через его телефон, допустим, всем вам напишу, что вы негодяи. Вот это уже будет действовать совсем по-другому на вас, правильно? Когда человек сам о вас так говорит. То есть, то же самое происходит с ислама. Вот в 2004 году, мы знаем, 1 сентября, в Исламе была захвачена школа жертвами, которые стали, там, сотни, да, дети и так далее. Кто это совершил? По всему миру, по телевизору передавали, исламские террористы захватили школу, взорвали дом. У людей волосы дымом становятся, после этого отношения к исламу как террористам. Если человек с ним ислам, интернет, набираешь, что ислам или мусульмане, выходит в черных вот таких одеяниях, автоматы, зрил, кровь, ничего другого не выходит. Просто для интереса, наберите, когда пойдете домой. То есть, для чего делаете? Что у людей, вот когда Михаил нарисовал вот этот славь, да, после того, как Гитлер в своей политике был, у нас у всех отрицательные отношения. А сегодня уже то же самое происходит с ислама. Когда человек слышит ислам, вот Михаил рассказывал, его друг знакомый, приехал в Москву, и аэропорту там, время намаза, хочет совершить намаз. Ну, не знаю, где его совершить там. И одна бабуля, старая женщина, говорит, идем, я тебе покажу, где можно совершить намаз. Запретила его заводить, в детское совершать. Ну, добрая женщина, русская, да, открытой душой. Он совершил спокойный намаз, уходит, она говорит, сынок, говорит, ты, дай, только нас не убивай, говорит. Представляете, да? Если человек дагестанец, мусульманин, сразу уже в голове, какое отношение? Этот человек может взорвать. Не говоря далеко, не заходя даже далеко, в самом Дагестане, если девушка в хиджабе, допустим, заходит в маршрутку, некоторые люди оттуда выходят. Махачкарит такие факторы, да? А почему не боятся? Я привожу пример. Мне ребята говорят, у нас говорят, что они любят мусульмана, да? А как их любить? Ну, допустим, вот, представьте себе, мы живем в Дагестане, мирно-дружно и так далее. Приезжают нас в стране России панки. Кто знает, какие панки? Люди вот с таким иракезами, правильно? Приезжают, ну, вроде приезжают, да, и что делать? Некоторые из них берут и взрывают нас. Дома взрывают, магазины, допустим, убивают. У нас какое отношение к ним будет? Конечно же, отрицать меня будет, правильно? Получительных отношений к ним не может быть. И первым я стану, что выгнать их отсюда, вот, чертовой бабушке. Зачем мне нужны уежливые панки, которые убивают моих родных, близких, и так далее. То же самое происходит. На самом деле, ислам – это религия мира и добра. За всю свою историю пророк, салли Аллаху, алейху асаляма, не убедили одного человека. Нет такого факта, что за всю свою жизнь пророк салли Аллаху, алейху асаляма. чем он сам. Каждый человек, который разговаривал с пророком или здоровался, этому каждому человеку казалось, что пророк именно его любит больше, чем всех остальных. Представляете? Никогда пену пророк руку не отпускал. Подружники передают опроки, что это был человек, которым, из всех людей, которым мы знали, пророк был человеком, но больше всего улыбался. Представляете, да? У пророка была соседка иудейка. Взрослая женщина. Она не любила пророка по своим каким-то причинам. И все время, когда пророк проходил перед ее дверью, она бросала колючки перед его ногами. Как-то старалась выклить какие-то негативные слова. Пророк никак не отвечал на это все. И однажды пророк проходчивый перед ее дверьми, и ничего не произошло на этот раз. Никакого оскорбления, никаких этих. И пророк спрашивает у своих сподвижников, что случилось? Почему на этот раз ничего не произошло? Сподвижники говорят, я рассудила, она заболела как эта женщина старая. Когда Пророк спрашивает, что она попросила своих сподвижников взять фруктов и пойти навестить ее. Финики и т.д. Когда она узнала, что такой жест от Пророк спрашивает, что она негативно относилась к добрым, тогда она приняла Ислам. А на самом деле, сам себе Ислам, он несет только лишь позитивно. Всевышний Аллах Субхану Аталия в Священном Коране говорит, воистине уверовавшие являются братьями и другом. Вот мы все находящиеся, допустим, одноклассники, учределя, кто бы то ни был, это наши братья и наши сестры. Пророк Субхану Аталия в Священном Коране говорит, которые поднимаются у всего тела, а у нас получается одна рука болит, другая рука на одни смеется, или же там сердце у человека, раком заболел человек, и остальное тело у нас смеется над этим кустом. От этого зависит все твое здоровье и весь ты можешь от этого погибнуть. Поэтому на сегодняшний день наша с вами задача является объединиться, объединиться и показать красоту Ислама. Вот перед нами как нас разделяет? Вот мы ездили в горные районы, вылеток огня в буйнакские, выезжали, везде вопрос, у молодежи сразу там, салафиты, джимовские, вот этот, вокруг как будто весь ислам, там вокруг вот этих нескольких вопросов, вокруг бороды, коротких штанов, там вот эти какие-то два-три вопроса, которые в исламе никакого фундаментального основного значения не имеют, весь ислам как будто крутится вокруг этого значения. Это делается нашими нетрудами для того, чтобы нас ставить. Нет никакой разницы, мой брат мусульманин, короткий у него, что они не длинные, борода у него длинная или короткая. Для меня нет никакой разницы, он для меня мой брат, которого я люблю так же, как самого себя. Все эти вопросы, это прерогативы ученых, они должны разбираться в этом, какая должна быть борода, какие должны брюки и так далее. Каждый человек для себя внушает, как одеваться. Но это не означает то, что мы разные, допустим, да, какую-то все это у тебя одежда. Или, допустим, вообще девушка без головного в гору и так далее. Это ее выбор, это ее право. За это она будет отвечать перед всемишним. Не я тот человек, который ее должен наказывать или поощадить за это. Вот мы все сотворены, вот эта со Вселенной, что у нас окружает, она антропогична. Антропогична что это? Антропоз – человек, да? Антропогична, то есть под человека сотворено. Это наука уже доказана. Воздух, земля, все что, солнце, и у нас все сотворено ради человека Всевышнего. А человек для чего сотворен? Для того, чтобы подтвердился Всевышним. Вот, допустим, нам дан определенный срок, 50-60, может 100 лет. И в зависимости от того, муслим, вот мы говорим мусульмане, да? Что означает тот же человек мусульман? Означает муслим, от арабского глагола аслима, покориться. Муслим – это покорный человек. Покорный кому? Богу, который сотворил его и дал ему все, что у него есть. Теперь, что означает быть покорным Богу? Быть покорным Богу означает руководствоваться теми законами, которые не спасал Всевышний. Пример, если Всевышний говорит «не обманываем», мы не обманываем. Следует поведение Всевышнего. Если Всевышний говорит, совершать намаз, мы совершаем. Доброе отношение к родителям, относимся к добрым. Вот это и есть быть покорным Всевышним. И вот эта жизнь, в которой мы проживаем, 50, 60 или, допустим, 100 лет, скажем. Наверное, каждый из нас верит, что он будет проживать 100 лет, или хотя бы надеяться на это. Вот это 100 лет, в зависимости от того, как мы проживем, руководствуясь этими законами, или нет, зависит вечность. Вот многие воспринимают смерть, как какой-то конец. На самом деле, смерть – это и есть начало. Начало длинного пути. И вот этот длинный путь зависит от того, как мы прожили это короткое время. На наших ключах, правом и левом, есть ангелы, которые записывают все, что мы совершили. Допустим, если мы вознамерились совершить даже хорошее, ангел на правом ключе сразу записывает. А если мы совершим, в зависимости от истинности нашего намерения, вознаграждение до 700 раз увеличивается. Если же мы вознамеримся совершить что-то плохое, ангел на левом ключе это не записывает. И только лишь после того, как мы это совершим, и даже тогда не записываем, ангел на левом ключе ждет еще 7 часов, возможно, мы покаемся. Если мы покаемся за совершенный грех, мы подумаем о том, человек, который грех не совершал. И вот это все, что написано ангелами на правом и левом ключах, в День Великого Суда будет поставлено на весы. В зависимости от того, какая здесь чаша перевесит, правая и левая, мы будем определены либо в рай, либо вар. То есть, да, я к чему веду? Допустим, если человек совершает какую-то грех, я как брат его мусульманин, не желаю, чтобы он этого совершал. Я что должен делать? Мягко ущевать этого, объяснить ему. Если же он не хочет этого признавать, это уже нужно между ним и между Всевышним. Это вопрос, который они будут между собой решать и в Великого Суда. Никакое разрешение, ни ислам, ни какой-то моральный устой не дают мне вмешиваться. Как это его наказывают? Избивают, взрывают, убивают. Вообще человек, который... Человек, который убил другого человека без причины, подобный человек, который убил суть человечества. Понятно, да? А я тебе священному Всевышнему говорю, что человек, который убил человека без причины, он навечно остается в аду. Мусульмане навечно в аду не остается. Даже если его левую чашу весов перевесить, и он попадет в ад, через определенное время он раньше все равно попадет. То есть ученые что говорят? Это означает, что человек, который убил другого человека без причины, этот человек уходит из религию. Он вообще мусульманином даже не считается. Понятно, да? Это один из самых тягчайших глифов после предавания Всевышнему сотоварищу. И на сегодняшний день в головах, в мозгах некоторых наших молодожих, да, это не их вина, это наша вина, потому что мы им это не объяснили. Существует такое мнение, что они имеют право кого-то убить из-за каких-то убеждений, из-за каких-то там, да? На самом деле, это политика над другом, над другом ислам. На самом деле, ни один из нас не имеет права не оскорбить честь, достоинство, имущество наших братьев и сестер запретно для нас. Полициям присутствующих старшеклассников было видно, что тема, затронутая лекторской группой, их заинтересовала. Выдаем ту и тему, в свою очередь, поддержали Руслан Амаев, курирующий вопросы общественной безопасности района, и Идрис Загалов, курирующий отдел физкультуры, спорта и молодежной политики. Выступление, конечно, очень содержательно, и одного, и второго оратора, причем, потому что все это, то, что они преподносит, я думаю, до конца вопросов. Я вот буквально вчера выезжал из лекторской группы, администрации, федеральскую школу вторую, потом, после этого мы с Касимовым, Вахитовым, заместителем, были в Покровской школе. Встреча была с призывниками и с родителями. Ну, что я хочу сказать. Вот, да, действительно, долгое время мы молчали. Будем говорить, будет 20 лет, у нас в стране хаос, вы сами знаете, перестройки и так далее, и так далее. Я что хочу сказать. Вот, действительно, то, что вот сейчас наш вектор сказал, очень правильно, причем, потому что у нас, у мусульман, есть 72 течения, одно течение меньше, но, тем не менее, однако, я хочу вам сказать. Я 32 года прожил в родине, да, вот 5 лет, как я приехал домой и дома работаю. Ну, я хочу вам сказать, что у них есть пятидесятники, черносотенники, католики и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, течения очень много у христиан. Каждый молится по-своему, но друг друга не убивают и не говорят, как нужно хоронить, как нужно молиться, куда повернуться, и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, почему-то, мы кидаемся в крайности и начинаем учить каждого другого. Хотя, на самом деле, вот предшествующий оратор сказал, глубоких познаний у нас нет в исламе, но мы почему-то думаем, что мы знаем больше моего соседа и начинаем его учить уму-разуму. А у нас есть, будем говорить, элементарное. Есть у нас джамат, есть у нас имам села. Вот то, что он говорит нам, если мы будем делать, грехи все, если он не прав, идут на него. Вы делайте так. И наш глава республики должен в последнее время говорить, дружба народу, вот в чем наша сила. Владимир Бог это везде говорит, повторяет, и он говорит, он тоже, вы сами знаете, был вдали от родины, занимал ряд ответственных постов в Российской Федерации. Вот эти межнациональные отношения, все законы, все вот эти вот программы разработаны им. Почему? Потому что наша республика действительно является, будем говорить, вкладом национальности. То есть столько национальности, как в нашей маленькой республике, нет в мире нигде. Поэтому мы говорим так, вот этот терроризм, так далее и тому подобное. Да, пропаганда были, да, интернет-ресурсы. Я вот и вчера приводил примеры, так вот, парень, ну, мужчина, да, работал в Кемене, семья, ребенок у него был, супруга была, как говорится, беременной. И он оставляет эту семью, отправляет домой, я говорю, я приеду, рассчитаюсь с работы, приезжаю домой. То есть он до дома не доехал, подался лесным братьям, так называемым. И, конечно, итог, ребенок на свет появился второй, семьи, они там обездоленные, и кто будет их воспитывать, так далее, работают. Ну, конечно, в итоге, да, слава лапу, у него, как говорится, его разом посетил, и он пришел в администрацию. То есть, да, была проведена определенная работа с родственниками и его желание. Вот, конечно, в итоге, да, он пришел, сложил оружие, сдался, будем говорить, потому что он понял ошибку, что выбрана в ее пути. То, что говорят интернет-ресурсов, то, что говорят, будем говорить, проповедники, то есть стороны того течения, это на самом деле оказалось совсем по-другому. То есть, что во главу ставилось? Рэки, убийства, а никакого джекада. Кто нам в настоящее время не позволяет? Пожалуйста, как сейчас мечети нет и не было. Мы помним прекрасно, вот мы, старые поколения, мы помним прекрасно, когда в наших мечетях были конюшни, дворцы культуры, склады и так далее и тому подобное. Сейчас вот привел пример. Покрытие семь мечетей. Что еще нужно для мусульмана? Если он действительно хочет милиции и отряды, сопутствующие мусульманам, отпускать. Ничего не препятствует. Вот мы, правильно он говорил, что вот рынок во главу угла ставился. Да, ставился в свое время, причем потому что действительно карточки только не вели в 90-х годах, мы это не заставили. Мы это заставили. Когда даже в скорой помощи отпускалось 5-10 литров бензина, вот в таком состоянии были. На сегодняшний день, пожалуйста, все у нас есть. Учитесь, занимайтесь, повышайте человеку и эвакуацию. Не смотрите на ту романтику лесную. Она абсолютно себя не оправдала. Если бы она оправдала, вот Чеченская республика рядом. Там, будем говорить, 99% в один народ. Если бы этот правильный путь был, они бы по этому пути пошли бы дальше. Да, у нас более сложнее. Почему? Потому что у нас, я же говорю, многонациональная республика. И каждый думает, вот он свое Чеченское толкует, а это Кумырское, это Аварское, это Доргинское и так далее и тому подобное. Нет, мы единые люди, мы все от Всевышнего. Поэтому разделение нации, народности не должно быть, наоборот, должно быть воссоединение, тяжелую минуту. Мы должны стать рядом с теми старшими товарищами, которые нам показывают правильный путь и идти по пути созидания. Поэтому я вас призываю, вот будьте внимательны. Да, интернет, ресурсы, вот он, тот член НОФ, я говорю, кто тебя вербовал и так далее и тому подобное. Он сказал, я в интернете, никто меня не вербовал, там было все до того красиво, все расписано и так далее и тому подобное. И в конечном итоге, говорит, я решил попробовать себя на этом облище. Когда я пришел туда, то, что говорилось в интернете и то, что было на самом деле, он житель нашего района, посоветовался бы. Он почти год с лишним побыл в этой среде, но и когда увидел его очередь, я повторяюсь, он решил выйти. И таких примеров тоже было. Вот исландское государство Сирии, вот тоже один учился в медакадемии Москвы на третьем курсе. Кожа, интернет-ресурсов, почерпал информацию, приехал домой, взял своего друга и романтика, поехали в Турцию. Через Турцию перебрались в Сирию и увидели воочию, какой там идет джихад. Никакого джихада, грабежи, разбой, кто силен, тот прав, бесправие и так далее. Да, родственники, они приходили к нам, мы родственникам. Они сказали, что нам делать, как нам быть. Мы сказали, что бы мы сделали, если бы мы находились на их месте. Конечно, в итоге родственники поехали в Турцию по тем же, будем говорить, тропам, как их отец одного и брат. Там через людей передали им лесточку своим сыновьям. Да, разум возобладал, они, слава лапу, вернулись домой. Мы, в сентябре месяце это было. А в ноябре уже изменения внесли в уголовный кодекс в отношении тех мест, которые за границей ушли. Значит, в отношении них возбуждаются уголовные дела. Но благо, эти двое ребят остались дома. Один продолжает свою учебу, второй в семье. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, будьте внимательны. То, что говорят старшие. Вам никто, ни ваши родители, ни преподавательский состав, ни мы не желаем плохого. Я хочу вам пожелать мира, добра, добра, добра. Спасибо за внимание. От сегодняшнего выступления, я думаю, все взяли себе пользу и будут применять. Тут, по-простому говоря, вот вам сказали сегодня, надо быть приветливым друг другу, здороваться, быть преждевыми и получать образование. Вот для этого у вас в нашем районе создаются все условия. Есть для этого и школы, есть возможность ходить в мечеть, есть для этого для всей жизни всякие возможности. Вот единственное, вот я что хотел добавить ко всем сказанным. Вот что у нас как было. Раньше у нас от государства религия была отдельна. В настоящее время государства и религия, они вместе. И все вопросы, связанные с этим, общаются вместе. А вот терроризм абсолютно никакого отношения не имеет к религии. Никакой. Это вещь, которая пришла к нам со стороны. Это политика. Это нас не касается. Вы поймите прямо, я скажу попроще. Вот что, как вы считаете, когда человека бьют, ему помогают или же наоборот его добивают, или же его стреляют со стороны, взрывают со стороны. Разве это по-мужски? Это же не по-мужски. Это терроризм, тогда это не присущая нам такая вещь, агрессивность. Это агрессивность абсолютно не присущая кавказскому населению нашему. Это взрывать со стороны и убивать со стороны, это некрасиво, это не по-мужски. Мы же, уважаемые люди, мы должны продерживаться своим иманом. Вот иман у каждого человека есть, а ислам и религия – это вторая часть человека. Так что давайте от сегодняшнего сделаем выводы и применим каждому, чтобы вам пользу пошла в сегодняшней нашей встрече. И польза будет только в том случае, если вы каждый поймете то, что тут у нас есть сказано. Давайте поблагодарим, что сегодня приезжают к нам гостей за хорошую тему, за понимающим образом преподнесенные нам доклады. Спасибо большое. Также хочу поблагодарить управление образованием, учителей и директора школ за такое активное участие в нашем мероприятии. Всем спасибо. До свидания. Прежде чем вы уйдете, действительно хочется от имени школ нашего Носоветовского района, от имени руководителей этих школ поблагодарить наших гостей за плодотворную работу. Актив района, за то, что собрали нас здесь. Действительно, тема она актуальная в нашем современном мире. Просто очень жалко, что наши дети не приучены к диалогу. Мы любим монолог, хотим слушать, сидеть. А вот диалога у нас никак не получается. На уроках то же самое иногда бывает. Ну, мне кажется, это вот от скованности наших детей почему-то. Поэтому давайте постараемся приучать их к этому больше на уроках. Это зависит от нас. И мое пожелание вам, вот я сидела и наслаждалась. Действительно, очень красиво вы умеете выступать. Спасибо вам огромное за это. Было приятно все это слышать, но неприятно, конечно же, слышать, когда вот говорят о терроризме. Давайте, дорогие друзья, будем относиться друг к другу с добротой. Это самое главное. Давайте не завидовать друг другу. Давайте просто желать друг другу добра и побольше улыбаться. Вот это самое главное. Потому что проходишь мимо кого-то, видишь человек, улыбается. Уже жить становится легче. Давайте, дорогие друзья, любить друг друга, уважать и ценить каждый миг, который мы проживаем на этой земле. До свидания. Все выступающие отметили важность подобных встреч и поднимаемых вопросов, а также подчеркнули, что подобные встречи будут проводиться в школах-населенных пунктах Хасаюртовского района. Субтитры подогнал «Симон»!